И вот тут, о чудо! Прямо из рубрики, которая нам рассказывает о прогнозе погоды, в нашей студии появляется Екатерина Мусиенко. Если вы еще не привыкли просыпаться в субботу в 11.00 вместе с программой Винни-Грек-шоу, в эту субботу будет особенный повод. Доброе утро тебе, Катюша! Доброе утро! Спасибо, что пригласили в гости. Отже, Катя уже в субботу будет радовать вас своими кулинарными навичками. Давай немножечко привыкли мы таемницу. Что ты готовила? Ну, прежде всего, я хочу сказать телезрителям, что в Винни-Грек-шоу обязательно нужно смотреть каждому человеку. Почему? Так мы узнаем какие-то новенькие, интересненькие рецептики. Ну, и в то же время мы получаем очень много полезных советов. Вот я, например, до Винни-Грек-шоу я не знала, что оливковое масло нужно брать, лучше брать, первого отжима. Так оно нежнее. Или же, что мясо после приготовления должно немножечко постоять в тепле и отдохнуть. И вот это время отдыха и приготовления, оно должно быть одинаковое. Я этого не знала. Вот, к примеру, я не знал, что картофель необходимо перед тем, как погружать его в духовой шкаф, также при помощи бумажных полотенец просушивать, чтобы получалась аппетитная корочка. Кстати, давайте посмотрим анонс предстоящей программы с участием Кати. Ну, и в это время у вас есть возможность дозвониться к нам в студию, возможно, у вас появится какой-то вопрос. Если нет, мы обещаем засыпать вопросами Кати уже в ближайшие 5 минут. Катерина Мусієнко открыет тайницу, как выяснить погоду за допомогою своих улюбленцев. Ну, это в зависимости от какой-то кушечка и где-то. Какая будет погода. Розповість про семейные традиции и свои особистые закопления. Во-во-во-во-во, ну ты хулиганка. Вона приготовит солнечную страву. Универсальный рецепт. Яка не залишит никого байдужим. Катя здерживает меня, чтобы я не накинулся, здерживая меня. И быстро все не съем. У субботу об 11-й ранку Виннегрет Шоу на телеканале ТВ5. Спонсор показу торгового марка Козацька ферма. Уже проверенный годами друг. Итак, итак, уже в эту субботу Виннегрет Шоу и эксклюзивный рецепт от Екатерины. Катя, скажи, вот верно ли все-таки то, о чем мы говорим очень часто, и девушки это используют, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. У тебя это так в твоей жизни происходило? Насколько тебе помогали твои кулинарные рецепты в твоей личной жизни? Ну, когда мы с мужем встречались очень давно, я любила готовить какие-то экспериментики делать. Мне не нравится, что ты в прошедшем говоришь, или до сих пор его балуют? До сих пор вспоминают вот именно какие-то те рецепты, которые вот готовила я очень давно еще там в студенчестве. Вот почему-то, наверное, все-таки лежит через желудок, если вспоминать. Ну, а скажи, вот мы, в принципе, все мужчины переживаем, тем более, что впереди и день святого Миколая, и Новый год. Мы все будем готовиться к нему, искать подарки. И вот как ты относишься к тем подаркам, которые связаны как раз с куринарией? Речь идет о книге рецептов, о, к примеру, красивой дорогой сковородке, либо какого-то набора, который украшает кухню. Вот к таким подаркам ты как относишься? Могут ли мужчины дарить такие подарки женщинам? Ну, в принципе, могут, но мне кажется, вот, ну, мне как женщине, наверное, получить сковородку в подарок было бы немножечко... Можно получить этой сковородкой обратно, да? Ну, не получить, но мне кажется, такие вот вещи должны выбирать люди вместе. Ну, почему бы перед новогодними праздниками не поехать там с мужем, с парнем, с любимым человеком и выбрать, например, себе какую-то сковородку или печку? Ну, это не будет в качестве подарка на Новый год. Это общий подарок, подарок вашему дому, а не конкретно какой-то персон. Да, они меня понимают. Ну, случайно, мы все женщины так поступаем. Какие еще секреты ты узнала благодаря Винегрет Шоу? Возможно, ты после съемок решила что-то себе так же на кухню, к примеру, приобрести или как-то по-другому что-то приготовить? Да, мне очень понравилась кисточка там вот была на съемочной площадке. Вот такую кисточку я уже приобрела. А, сюда еще сникла, так? Нет-нет, после меня еще оставалась. Вот же, такая питание, что ж ты все-таки готовала? Там мы так и надолвились. Я готовила капрезы с баклажанами и свинину по-купечески. Вот так. Почему капрезы с баклажанами? Почему выбрала, да? Ну, почему-то. Капрезы с баклажанами – это очень легкий салатик. Он очень красивый, но в то же время он вкусный и полезный. Мне вот как маме очень важно, чтобы мой ребенок получал витамины. Ну, например, заставить ребенка есть овощи – это очень сложно. И приходится выдумывать вот такие вот интересные рецептики. Это блюдо можно готовить не только с баклажанами, можно проэкспериментировать, главное – включить фантазию. Может даже, у меня такая идея возникла, можно даже попробовать приготовить с тыквой. Вот актуально. Тыква, кстати, очень полезная как раз для тех, кто любит здоровую и полезную пищу. Мы прервемся буквально ненадолго, узнаем как раз астрологический прогноз. И после чего готовы принять звонок в нашей студии. Звоните, тем более, что я надеюсь, что как раз к ведущей погоде, к Екатерине Мусиенко у вас должны быть стопроцентно вопросы. Ну и будьте готовы к тому, что мы сегодня узнаем и о свежем обзоре прессы, и будем и разыгрывать наших пригласителей. Все это будет в течение оставшегося получаса. А пока что – гороскоп. Екатерина Мусиенко у нас в гостях. И вот ведущая погода как раз расскажет вам не только о том, как она умеет готовить, но и о том, как происходили съемки. Уже в эту субботу в 11.00 будьте готовы просыпаться вместе с винегрет-шоу. Так вот, мы остановились, кстати, на свинине. Да, второй рецепт – это была свинина по-купечески. В народе еще называют это свинина гармошкой. Вот так. Не знаешь, что такое свинина по-купечески. Это универсальный рецепт. Прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будней. Красиво, вкусно, сытно. Ну, что может быть еще легче. И когутовато, так я розумеваю. В принципе, да. А у меня такая питание для тебя, Катя, что для тебя было найскладнейшее в снимальному процессе? Ну, сложнее всего мне было это готовить и говорить одновременно. То есть я, оказывается, или готовила, или говорила. А соединить эти два процесса для меня это было очень сложно, потому что очень хотелось там красиво порезать помидорчики или как-то вот что-то так все красивенько сделать, но в то же время надо было отвечать на вопросы Димы и отвечать, в принципе, интересно как-то. Вот, для меня это было сложно. Но вообще, винегрид-шоу, это вот, вы не представляете, словами не передать, какая атмосфера царила на площадке. Это было настолько круто. И вот съемочный день длился с раннего утра до позднего вечера. И несмотря на то, что коллектив был очень уставший, вот все были пронизаны, одержимы вот этой одной единой идеей, целью создать хороший продукт, сделать, в итоге, что получилась очень прекрасная такая передача, которую могут смотреть все телезрители нашего канала. Прекрасно-то жить радостная передача, уже очень-то у вас у суббота не проспить, не пропустить, потому что справде будет цикаво. Ну, а ты не задумывалась поменять ампула из, к примеру, из ведущей погоды стать ведущей кулинарного шоу, к примеру? К примеру? Кто знает? После такого опыта не возникла ли у тебя такая веса? Я люблю готовить. То есть для меня это вот не составляет труда, я люблю готовить. Главный рецепт приготовления вкусных блюд – это хорошее настроение. Кстати, можно такую рубрику сделать и в прогнозе погоды. Почему бы и нет? Советы всем тем, кто действительно вот именно в этот день решит что-нибудь приготовить вкусненькое для своих любимых. Почему бы и все это как раз можно уместить в прогноз погоды, почему бы и нет. С нами сегодня просыпалась вместе Екатерина Мусиенко, а вы обязательно просыпайтесь уже в предстоящую субботу с Винегрет-шоу и получите много позитивных эмоций и, конечно же, полезных советов от Кати и от, конечно же, Дмитрия Шенрика. Винегрет-шоу эту субботу в 11.00 не пропусти. Дякую, что прогнозировались разом мы с нами. Ну, а мы рухаемся далее. И сейчас самое для вас цикави, это просто необходимые идеи для жизни.